Работа самого крупного в регионе центрального рынка под вопросом. Предприниматели, имеющие здесь точки, опасаются их закрытия. Руководство крупнейшего торгового объекта региона распространяло информацию о том, что с 1 января следующего года рынок может закрыться. После собрания предпринимателей на прошлой неделе и ряда публикаций об этом в СМИ, в набирающие обороты скандал пришлось вмешаться губернатору Рязанской области. Олег Ковалев на координационном совещании по обеспечению правопорядка отметил, что он против закрытия рынка, так как это серьезно ударит по малому бизнесу регионам. Государственная налоговая служба, в том числе по моей просьбе и по просьбе прокуратуры, разобралась в этой ситуации и ситуация оказалась не совсем такая, которую пытаются подать. Она не так проста, потому что представленные собственниками и юрлицами в Госналогслужбу документы несколько раз возвращались из-за неправильного оформления и ошибок, допущенных при оформлении. Эти ошибки, они видны, и любой маломальский знающий юрист их сразу же отметит. Собственникам законные требования УФНС должны быть выполнены по корректировке документов и должен быть наведен порядок в этой документации. Он отметил, что собственник рынка должен понимать, что у него есть юридическая ответственность по договорам с частными предпринимателями и физическими лицами. Глава региона напомнил, что в 1998 году в Рязани уже была похожая ситуация. Но сейчас не то время. Времена существенно изменились. И пора от этих привычек 90-х отказаться. То, что сходило с рук раньше, не сойдет теперь. Будет получать, расцениваться совершенно по-другому и получать должную оценку как органов власти, так и правоохранительных органов. Напомним, ранее сообщалось еще и о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей фирмы, управляющей крупнейшим в Рязани рынком. Он подозревается в неуплате налогов в размере 17 миллионов рублей. Отметим, что на центральном рынке оборудовано 2000 торговых точек. У многих предпринимателей трудятся продавцы-пенсионеры. Многие ведут семейный бизнес уже более 25 лет. По самым скромным подсчетам, без средств к существованию может остаться около 5000 человек. Мы ждем, что нас не сократят, никуда не денут, никуда не выкинут, что мы останемся здесь. Народ-то ходит все равно и в простые дни заказывает. И рынок должен жить вообще-то. Все мы боимся этого, а нам, пенсионерам, и вовсе страшно, потому что это последний шанс на выживание. Пенсии очень маленькие, мы хоть чуть-чуть здесь чего-то зарабатываем и не лезем в карман государству. Мы надеемся, что у них есть здоровый ум и смысл, что они все-таки пойдут на какую-то уступку рынку и что все это решится положительно. Поскольку мы платим все налоги, то мы не имеем никакого риска потерять работу. А то, что там начальство и они там разбираются между собой, я думаю, что они должны между собой как-то разобраться. А мы должны остаться. А пока вопрос с центральным рынком решается на высшем уровне, торговые точки работают в прежнем режиме. В правительстве региона не раз заявляли, что там абсолютно не заинтересованы в потере такого большого количества рабочих мест. Ольга Харламова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».